Единственный плюс мусоросжигания в том, что оно быстро решает мусорный коллапс. То есть, если у нас много накопилось мусора, и его некуда девать, вот мусоросжигание – это более-менее нормальный выход. И, может быть, поэтому у нас в стране сейчас на него берут вектор, но в долгосрочной перспективе одни минусы, потому что и в Европе это давно поняли, в 2017 году запретили новые мусоросжигательные заводы строить, в 2019 году запретили их финансировать дополнительно, те, которые уже построены. У нас, наоборот, идёт курс на это, что мы строим как можно больше. Привет, это Лина и подкаст «Сега на эко». Сегодняшний герой выпуска – это журналист, который узнал о нашем мусоре всё и написал об этом книгу. Её я ещё не читала, поэтому пригласила к себе соведущего, который это уже сделал. Им стал герой предыдущего выпуска подкаста, куратор экологических проектов «Вкусвилл» Александр Цыганхов. Идея в том, чтобы вести интервью на контрастах. Я буду задавать наивные вопросы, а Александр – глубокие. Спасибо партнёру подкаста компании «Юни Левер» за поддержку. И встречайте человека, который посетил свалки и сортировочные станции, поговорил с экологами, чиновниками и предпринимателями, а в итоге написал книгу «Страна отходов». Это Андрей Яковлев. И тут вместо традиционного джингла сюрприз, потому что мы разыгрываем книгу, о которой сегодня пойдёт речь. Всё просто. Шансы её получить максимально высокие. Для этого нужно перейти по ссылке в описании к этому выпуску, и вы попадёте в телеграм-канал «Трэш или кэш». Там, в комментариях к посту об этом выпуске подкаста, оставьте сообщение со словом «Хочу». Через две недели с помощью генератора случайных чисел мы выберем победителя, которому поедет книга. Привет, Андрей. Привет, Саша. Лин, привет. Привет, Лина. Андрей, представься, пожалуйста, и расскажи, чем ты занимаешься. Меня зовут Андрей. Я журналист. Работаю последние четыре года в «The Village» специальным корреспондентом. Публикуюсь в разных изданиях периодически. Иногда в «Медузе», в «Новой», в «Батеньке». И последний год, где-то с конца 19-го по середину 20-го, там ещё какое-то время редактура занимала, я писал книгу про мусор в России, и не только в России, называется «На страна отходов». Как мусор захватил Россию и можно ли её спасти. Наверное, поэтому я здесь. Откуда вообще пришла идея написать книгу «Страна отходов»? Тебе предложили или это какая-то личная инициатива? Вообще, мой интерес к мусору начался в 2017 году, когда я прочитал новость, что Путин закрыл свалку Кучино в Балашихе, откуда я, кстати, только что приехал, прям вот перед подкастом, потому что я сейчас буду проводить там экскурсии по этому полигону и готовлюсь пока что. Ну, точнее, две технических провёл и готовлю почву для следующих. Ну вот, меня заинтересовало вообще, почему Путин закрыл свалку, это так странно, что сам президент какую-то одну свалку закрывает, и рядом с этой свалкой ещё две продолжают работать. В общем, я поехал на эту свалку, прожил там около неё две недели, общался с жителями, которые страдают из-за запаха, из-за отходов, из-за фильтрата, пообщался с людьми, которые живут на свалке, и которым она наоборот благо для них какое-то несёт, и даёт им дом, еду и деньги и так далее. Вот, и потом у меня была серия материалов какая-то про мусор, вилладжи, и вот на батеньке как раз был один, и ребята из издательства Individuum, которые публикуют классные нон-фикшн книги, видимо, увидели какой-то из этих материалов и предложили мне написать книгу про отходы, и я согласился. Начну с цитаты Тани Симаковой, главредки The Village. Она пишет, значит, Андрей Яковлев, крайне дотошный и любопытный журналист. Своё исследование про российский мусор он начал с того, что поехал вместо отпуска на свалку. Это вот как раз про то, что ты рассказывал. И провёл там две недели с её обитателями. Звучит эксцентрично, но книга того стоит. У Андрея отличный слог, и читается его работа как хороший детектив. Очень интересно узнать, кто целевая аудитория твоих экскурсий, как на неё можно попасть, и главное, какая цель этой экскурсии. Это что-то новенькое. Я думаю, что туда поедут люди более-менее из моего какого-то фейсбучного пузыря, которые, ну, либо сами сортируют мусор и достаточно осознанно живут себе в плане отходов и экологии. Но мне бы хотелось, конечно, чтобы туда поехали другие люди, чтобы туда поехала, я не знаю, моя бабушка или люди, которые вообще не задумываются об отходах и просто сваливают всё в одно ведро и никак не соприкасаются с этим. Вот. Тогда это было бы, эта экскурсия имела бы гораздо более мощный эффект, и было бы интересно посмотреть на реакцию таких людей, неосознанных, скажем так. Так. Экскурсия, она такая, разноплановая. Во-первых, это... Просто предлагаю переосмыслить своё отношение к отходам, потому что, по сути, сейчас вот эти свалки по всей России, которые закрываются, ну, на их месте открываются новые, но достаточное уже количество закрытых есть. Они такие, как памятники какие-то или монументы нашей эпохи, не знаю, памятники капитализму или просто этого нашего времени или эпохи антропоцена. Может быть, в будущем так и будет, и туда будут водить экскурсии или школьники, или по этим свалкам будут изучать нашу эпоху, что там в то время насилие, какие вещи выбрасывали. Вот. Но просто можно сделать уже это сейчас. Во-первых, там действительно очень интересно, там можно покопаться в вещах, найти что-то, может быть, что ты выбросил. Это такой антропологический интерес. Ну и вообще посмотреть, что люди выбрасывают и осознать, насколько мы видим, не знаю, соседей каждый день. А там мы можем увидеть, что этих соседей каждый день выбрасывают и представить себе картину, которую Москва оставляет после себя. Ну, там будет, кстати, разный интерактив на этой экскурсии. Там внуки того, что каждый себе может выбрать сувенир какой-то, найти бесплатно с асфалки. Там будет несколько, значит, объектов в экскурсии. Начинаем мы там с мусорного поля, потом переходим к мусорным карьерам таким огромным, ну, относительно огромным, в которые можно спуститься. Потом поселение бездомных, бывшее, разрушенное, где видны остатки их домов и того, что было внутри домов. Потом мы подходим к мусорным холмам насыпным. И в конце фильтратное озеро. Но тут важно сказать, что экскурсия не совсем на асфалке, она, потому что полигон Кучино уже закрыт и рекультивируется. То есть он стоит рядом огромным зеленым холмом и кажется, что он красивый и безобидный. Но, а мы ходим в большую часть экскурсии возле него прямо, где, по сути, тоже свалка, но ее не стали рекрутировать. То есть это такая земля мусорная рядом, потому что полигон разросся, не знаю, там кто-то не доезжал до полигона и сбрасывал свои отходы просто около деревни. И вот там огромная территория, которая по факту тоже свалка, но которой никто не занимается. И таким образом я могу рассказывать и про прошлое этого полигона, и показывать его, и рассказывать про рекультивацию, как это устроено, и показывать вот, значит, что сделали с этим полигоном. Каким он был и каким он стал. Ну вот так как-то. Вы помните, ребят, про экскурсии, которые делает компания Эколайн к себе на комплекс по переработке отходов? Есть еще ребята из завода, которые занимаются изготовлением изделий из картона. Они, правда, в последнее время прикрыли на какое-то время эту практику. Но, в общем, в целом, мне кажется, что это вообще могла бы быть такая хорошая, как это, триада. То есть история про сортировку с Эколайн, история про переработку с заводом этих картонных изделий. И вот такой самый мрачный завершающий аккорд от Андрея с фильтратным озером. Как трилогия «Властелина колец» почти что. А мне это напомнило трехдневный тур по «Золотому кольцу». Это как альтернатива, знаешь, как провести выходные по свалкам да по сортировочным заводам. По поводу содержания книги я бы хотела поподробнее поговорить. Я читала анонс, и там было сказано, о чем вообще она. Но было бы здорово, если бы ты сейчас проговорил подробнее, какие темы там затрагиваются. В целом книга устроена по принципу принятия горя, стадии принятия горя. И как бы в этом, таким было и мое отношение к мусору. Сначала отрицание этой мусорной проблемы и попытка понять, что вообще происходит. Потом гнев, когда ты начинаешь понимать и понимаешь, что все очень плохо. А потом торг, ну это либо с самим собой и своим отношением, либо у меня в книге это больше история про то, как государство и разные бизнес-компании пытаются решить мусорную проблему. Потом депрессия и потом принятие. Ну в книге я рассказываю много всего. Во-первых, я сначала пытаюсь понять, сколько мусора я произвожу и насколько вообще серьезна вся эта проблема. То есть я с какого-то базового уровня предполагаю, что и читатель может также читать книгу, ничего не зная о проблеме отходов в России. И я прокачиваюсь по ходу книги до там 80-го уровня или не знаю какой. И вот сейчас меня уже можно назвать с натяжкой, наверное, экспертом, потому что много информации я перерыл и обработал. Рассказываю про мусорные бунты в Подмосковье, про химию свалки, что происходит внутри нее, как там бактерии с друг другом борются. Рассказываю про вред свалок, про их пользу, про бездомных, которые живут на свалках, про то, почему не работает мусорная реформа или работает плохо, про то, чем плохо мусоросжигание, про гринвошинг, почему не получается развить нормальный рынок, про экотревожность. Потом в конце уже рассказываю про людей разных, для которых мусор – это уже не мусор, и они переосмыслили свои отношения. Для кого-то там это бизнес, для кого-то это благотворительность, для кого-то это хобби, искусство. У кого-то дома черви живут и перерабатывают его отходы, и он к ним как к домашним животным относится. Потом еще там есть про опыт других стран, как в других странах поступают с отходами. Ну и в конце вывод и прогнозы про то, где мы сейчас, где мусор в России, где его место, где наше место, и что будет дальше. Слушай, а у тебя были какие-то книги, может быть, которые ты читал про мусор или около, или ты вот прям пошел совсем как бы с чистого листа от собственного опыта к написанию книги? Были, но не очень много. В основном все же это статьи, англоязычные, русскоязычные, либо исследования. Но что касается книг, я читал, пока писал и готовился. «Как жить без пластика» достаточно популярная книга, но я не помню, к сожалению, кто автор. Помню, что там клип на обложке. И еще читал вот «Мусорная земля на тайной тропе отбросов». Это Элизабет Ройт, тоже журналистка, по-моему, американская. Только две книги я прочитал, а в остальном статьи, разговоры с экспертами, исследования. Ну это потому, что их не было, ты не нашел? Мне интересна ситуация с книжками, вообще, на твой взгляд. Потому что есть ощущение, что, казалось бы, сейчас уже в нонфикшене практически по любой теме есть пяток другой книг точно. Нет, они есть. И англоязычных, на самом деле, достаточно много хороших книг. И вот прямо про мусор. Либо хотите там про мусор и калорию в целом, либо там про углеродный след. Ну то есть там можно читать достаточно долго, и они хорошие. На русском не было такой книги именно про мусор документальный. Ну вот вышла моя, и спустя, не знаю, сколько, месяца полтора-два вышла еще одна книга. Я пока не читал ее, тоже журналистки. Ну, в общем, теперь уже две книги про мусор на русском языке есть. Да, вышла книга Анны Титовой. Действительно, очень интересно, что почти совпали по времени. Я вот, в принципе, прочел обе. И твою, и ее. И, ну вот, мне было интересно спросить, в том числе у тебя, что ты думаешь по поводу роли чиновников, ну вот, в той ситуации, которую ты описываешь в книге, и которую Анна у себя описывает. И почему так сложилась палитра героев и нарезка тем, что как будто бы там вот этого звена чиновничего, ну, не хватает с точки зрения того, какую большую, ну, и значимую роль они играют в этой проблеме, ну, или в ее решении. Почему так? В принципе, все как будто понятно. Может быть, конечно, я не прав, и это понятно только мне. Может быть, действительно стоило и пообщаться с ними побольше, но я, имея какой-то журналистский опыт работы, я понимаю, что мне скажут чиновники. Я читаю их интервью периодически. Ну, в общем, или тот, кто вот курировал мусорную реформу, не помню фамилию, в РБК он давал интервью известное. Ну, в общем, я понимаю примерно, что будет. И я понимаю, что это никакой, на самом деле, ценности важной для моей книги не даст. Это вот как издание «Медуза» периодически публикует комментарии Пескова там на разные вопросы. И я каждый раз читаю и думаю, ну, зачем? Мне уже не нужен этот информационный мусор, потому что ему говорят вот так-то и так-то. А он говорит, нет, это не черное, а белое. И вот, ну, классно. Мне кажется, можно в таком вопросе, когда мы регулярно видим какие-то соприкасаемся с государством нашим, мы видим, какие там законы принимаются и так далее, что происходит в стране, можно самому проанализировать и на основе их решений уже понять, в какую сторону мы движемся. Ну, вот, например, там приравняли переработку мусора к мусоросжиганию. Что мне скажет чиновник на эту тему? Я, в принципе, тут так понятно, для чего это сделано. Почему мусоросжигание – это плохо? Единственный плюс мусоросжигания в том, что оно быстро решает мусорный коллапс. То есть, если у нас много накопилось мусора, и его некуда девать, вот мусоросжигание – это более-менее нормальный выход. И, может быть, поэтому у нас в стране сейчас на него берут вектор. Но в долгосрочной перспективе одни минусы, потому что и в Европе это давно поняли. В 2017 году запретили новые мусоросжигательные заводы строить. В 2019 году запретили их финансировать дополнительно, те, которые уже построены. У нас, наоборот, идёт курс на это, что мы строим как можно больше. Если говорить про вред, то самое важное – это, конечно же, что они сколько бы там фильтров очистки не ставили, и какая бы температура ни была при сжигании, всё равно образуется, ну, может быть, нерегулярно, но в какие-то пиковые дни нагрузки. Вредные вещества, которые выходят из трубы этого завода и содержат диоксины, которые повышают уровень возникновения рака. Ну, это всё как бы подтверждено исследованиями европейскими, в первую очередь, испанское. Там большое исследование, когда они 90 тысяч человек наблюдали в течение 9 лет, которые живут вот около заводов, и, ну, картина там как бы показательна. Риск возникновения рака повышается. Это первый момент самый важный. Также мусоросжигание. Важно понимать, что оно, когда мусор сжигают, после него всё равно что-то остаётся. Нет такого, что вы сожгли мусор, и ничего нету. Остаётся много золы. По разным оценкам в книге я привожу, там одна из оценок это, что из трёх тонн мусора порой образовывается одна тонна золы. То есть это, мне кажется, достаточно большое количество, и по сути мы просто перерабатываем один материал в другой, как бы, и всё равно эта масса огромная накапливается. И что хуже всего, что эта зола, она токсичная. Она делится на донную золу и летучую, но вот 15% этой всей золы – это летучая зола, которая просто такой концентрат всех вредных веществ с тяжёлыми металлами, диоксидинами, там, фуранами разными. И она супер вредная, и с ней ничего уже нельзя сделать, никак там обработать, обезопасить. Её только захоранивать на полигонах опасных отходов, токсичных, в которых в России пока что, ну, он один, в Томске, ну, сейчас строится ещё два, но они пока ещё строятся. Хотя, может, уже, кстати, и построились, не знаю. Но они под мусорную реформу строятся. И это, по сути, мы занимаемся тем же самым, просто складируем отходы. Ну, вот это такие главные причины. Также можно говорить о том, что мусоросжигание тормозит развитие переработки, потому что если мы построили уже завод мусоросжигательный, то ему нужно топливо, он должен окупать себя. Значит, ему нужен мусор. А если мы там выходим на какие-то хорошие проценты по переработке, то есть мы там перерабатываем с каждым годом всё больше и больше отходов, и для мусоросжигания может не остаться. Но для него должно остаться, потому что это бизнес, и всё может вообще прийти к тому, как в Швеции, когда страна просто покупает отходы у соседних стран, чтобы вот не простаивали эти мусоросжигательные заводы. Покупает за деньги, естественно. Было интересно по прочтению книги узнать у Андрея вот, собственно, про подготовку материала, там, да, в частности, про работу с данными. Ты там упоминаешь, например, исследования по здоровью европейские, ещё что-то. Но, по-моему, самое интересное, это, конечно, вот если ты пытался разобраться в какой-то национальной проблеме мусора, да, то наверняка ты пытался найти какие-то данные именно по состоянию мусора и всему, что с ним связано в России, по переработке в России и так далее. Можешь немного рассказать про это? Где ты их брал? Какие они были? Каких-то, может, не хватало? Как вообще вот обстоит, если так вот говорить про язык цифр? Вот языком цифр вообще мусор в России, на твой взгляд, журналиста, он как-то описан, нет? Ой, ну вот это сложный, конечно, вопрос, потому что всё, что касается цифр, я забываю быстро, и, ну, я сейчас не особо вспомню, где я точно их брал, потому что я это быстро забываю, но я помню, что, во-первых, больше всего данных в целом по мусору, ну, разных, имеет Greenpeace, то есть государственные какие-то министерства не дают столько информации, сколько даёт Greenpeace. Ну, другое дело, что насколько там достоверные у Greenpeace данные, я не могу оценивать. Вот. Потом вот высшие школы экономики, их исследования на многие темы, в принципе, есть, и я помню, что про мусор тоже, по-моему, одно или два исследования, ну, вот одно про мусоросжигание, и второе, по-моему, про свалки у них было, хорошее тоже, со статистикой. А ещё хотел сказать, что есть такой документ, как вы знаете, наверное, территориальная схема обращения с отходами, вот, которая каждый год, значит, ну, или на какой-то срок регламентирует алгоритм обращения с отходами, куда, откуда и что поедет. На каждый регион она есть, на Москву отдельный документ. Но проблема с этим документом, ну, в идеале там всё классно. Ты там находишь свой район, видишь, куда поедут твои отходы, там, на какую станцию сортировки, потом куда в итоге не поедут, но видишь, какое количество, по идее, отходов генерирует твой район. Но проблема в том, что там неверные цифры, причём не только в мелочах, а в целом. То есть там очень сильно занижены цифры по городу, сколько производит отходов в целом Москва. Там чуть ли не в 2-3 раза цифры ниже, чем на самом деле, ну, по оценкам разных экспертов, с которыми я общался. То есть я не помню тоже вот сейчас цифры, но я помню, что эксперты мне говорили, что эти цифры были актуальны лет 10 назад, сейчас уже всё по-другому. Вот. И непонятно, то ли на уровне государственном они действительно ошибаются, и у них всё работает, то этого тоже плохо, то ли просто в публичное поле выдают неверные цифры. У тебя было ощущение, что вообще у нас вот в стране проблема мусора есть какое-то понимание, ну, такое типа статистическо-фактическое? Потому что иногда складывается впечатление, что этого понимания нету, исходя, например, из того, что даже какие-то очень базовые оценки типа объём образования отходов в стране или объём образования отходов в городе или на человека. Время от времени встречаешь разные цифры со ссылкой то на одни источники, то на одинаковые источники, то на разные. В этой ситуации как бы хочется понять, как вот там журналисту, который пишет там нон-фикшн-исследовательскую книжку по теме, каково ему работать по теме вот в такой ситуации? Я просто, если такие ситуации у меня случались, они и были, я давал две цифры всегда. Ну, если там две разных цифры, я говорю, что вот одни, тут эти говорят вот так, эти говорят вот так. Но в целом не было такого, что я испытывал какой-то переизбыток информации в плане статистики. Я бы сказал, что наоборот, скорее, я не мог найти что-то, что хотел. Если было разное, то я давал разное. Вот и всё. Вопрос. Какую информацию вы пытались получить, но не удалось? И главное, почему, если такое было? Было, во-первых, то, что мне не хватало времени на что-то. Но это не сказать, что мне кто-то помешал, кроме того, что просто сроки были с дачи книги подходили. Ну, там я бы хотел, например, проанализировать побольше, как влияет фильтрат на речную воду. Вот около Кучина там впадает в реку Пихорка. Взять пробы какие-то, отнести в лабораторию в одном месте, потом там пониже и понять, как это всё рассеивается, насколько быстро и так далее. Есть ли там микроорганизмы? Вот это было бы интересно, но у меня времени не хватило. А что касается именно, что я пытался и не получилось... Задать вопрос какому-нибудь чиновнику, может быть, как раз, или человеку, который несёт ответственность за какие-то территории, или какому-нибудь человеку, который живёт на свалке, а он не дался? Как раз у меня такая была проблема с КПО современными, которые сейчас открывают и продолжают открывать новые, если там в Серве или в Посаде работает, от разных мусорных операторов. У меня была проблема, что я хотел очень посмотреть, как это всё устроено, и долго с ними общался, писал письма, и с Эколайном, по-моему, тоже. И в итоге они тоже провели мне экскурсию, и я очень сильно настаивал на том, что я хочу посмотреть уже действующее КПО, которое уже будет работать нормально, полноценно, с отходами. И меня два раза возили на то, а на какое-то показательное открытие, где было очень много прессы, и мусора там, не знаю, два мешка просто провезли, красиво, и всё. И непонятно совершенно, как это будет дальше, какие условия будут дальше. Вот, и причём я это всё обговорил заранее, что мне не нужно открытие, мне нужно, чтобы уже всё работало. И два раза так было, и оба раза меня возили на открытие. И схожая была история с компанией Экопласт, которые занимаются переработкой электроники в Москве. Тоже я два или три раза к ним приходил, на разные их заводы, и каждый раз... Ну, я не знаю, может быть, это просто мискоммуникация какая-то с пиар-отделом, но просто это вот реально ситуация, которая повторялась с разными компаниями, пять раз в сумме примерно. И то же самое, я там прихожу, а у них выходной какой-нибудь. Или они всё вылезали, и мусора нету вообще. Очень интересно. Ты разговаривал с работниками, которые там сортируют, или которые, в принципе, на свалках какую-то деятельность ведут? Да, да, но они... Не то, чтобы им было запрещено, но они не готовы были, в общем, подробно давать какие-то интервью во время вот этих всех открытий. Они просто там как манекены больше стояли. Ну, я общался, да, но они в целом и всем нравится работа. Вот интереснее был случай, когда я ездил на сортировочную станцию в Ядрово около Волоколамска. Там другого совершенно уровня, то есть там это не КПО, это просто небольшая сортировка прямо около полигона, которая принадлежит одному человеку. И... Ну, там другие условия были. Там работали мигранты со Средней Азии, все из одной деревни, без какой-либо формы, кто в перчатках, кто без. Ну, картинки тоже можно посмотреть, я описываю, как там это происходит. Но там вот пообщался побольше с работниками. Ну, и они там тоже им все нравится. Они приезжают, зарабатывают деньги, потом уезжают к себе домой. Но понятно, что там условия вряд ли соответствуют Санпинам. Я такой случай вспомнила. По-моему, на ВИСИ была статья про то, как функционируют свалки, и там сотрудники как раз-таки, по-моему, не давали интервью, а какой-то вот руководитель именно. Ну, я имею в виду рядовые сотрудники не давали интервью. И он рассказывал, что один из его работников нашел коробку, где лежало 400 тысяч рублей. Вот интересны, конечно, такие ситуации. Что находили в этом мусоре? Какие сувениры, ты говорил, можно после экскурсии унести? Во-первых, были случаи действительно, и мне рассказывали и бездомные жители, когда они находили чемоданы с деньгами. Ну, один раз там был с советскими разными старыми, недействительными уже купюрами. Про тот случай это было, потому что порой, когда человек умирает, и если у него нет никаких родственников, и квартира его начинает принадлежать городу, и все имущество из нее на свалку отправляют просто в одной машине сразу. Вот, и там оказался такой чемодан с деньгами. Такие могут быть случаи. Вот на сортировке под Волоколамском тоже рассказывали, что находили какие-то, по-моему, золотые слитки, там что-то такое. Но это редкий все же случай. Сейчас, может быть, где я провожу экскурсию, тоже что-то нарыто, и как раз сегодня, зарыто в смысле, сегодня прямо рядом с тем местом, где я ходил, компания из человек пяти, шести, тоже ребят из Средней Азии с лопатами что-то активно рыли. Я не знаю, может быть металл, может быть они что-то знают, какую-то карту нашли. Но они прям там плотно работали. Вот. А сувениры, ну, у нас самое прикольное, что пока что находили люди, это разные советские игрушки классные, которые, вот, видимо, уже 30-40 и больше лет лежат в этой земле. И какие-то старые из своего детства люди вспоминали, там, преподаватели вот из школы Родченко ездили, находили что-то, что у них в детстве было, какие-то старые матрешки и так далее. Вот такой можно сувенир себе найти. Ну, а так, что хочешь. Там очень много разных вещей, может быть вообще, от трубы водопроводной до какого-то огромного куска воска. Просто абсолютно разный набор. Мы говорили про мусоросжигание, да? Ну, мы, типа, узнали, почему это плохо. Но было бы здорово ещё выяснить, какие есть альтернативы. Можно сжигать отходы разными способами, можно складировать отходы. То есть, отправлять на свалки. Можно перерабатывать отходы. Вот три основных варианта. Перерабатывать лучше всего, но далеко не все отходы перерабатываются. Точнее, не все продукты и предметы. Много неперерабатываемых пластиков и разных мелких деталей, которые тоже достаточно сложно пустить в переработку. Поэтому, так или иначе, придётся ещё, мне кажется, достаточно длительное время человечеству складировать всё на свалке. Даже если уже там процент переработки будет крайне высоким, всё равно он не будет сто ещё много лет, я думаю. Но перерабатывать лучше всего из бутылок делаем пластиковый стул или ведро, или синтетическую футболку, детскую площадку, что угодно. И стекла, новое стекло, ну и так далее. Из бумаги, бумагу. То, к чему ты пришёл, получается, это то, что переработка лучше захоронения и сжигания. И мне кажется, что огромное количество людей с этим согласится. И, наверное, это действительно какой-то такой важный вывод. Он должен быть озвучен. Меня беспокоит вот какая мысль при этом, что ведь в таком случае же остаётся проблема конечности ресурсов. Во-первых, то, что перерабатывается там, ну, условно говоря, те же пластики, из чего они сделаны там, да, это там нефт, попутный газ. То есть это заканчивающийся природный ресурс. А второе, это то, что ведь методы переработки, они же не всегда позволяют предмету сохранить то же качество или материалу сохранить то же качество. И есть там так называемый даунсайклинг, да, то есть когда понижается качество материала. Как ты на это смотришь? Как я смотрю на то, что переработка имеет ограниченный ресурс. Да, да. Ну да, это действительно так. И получается, что мы не можем перерабатывать бесконечно один и тот же материал, но пока что не придумано просто другого, более экологичного варианта, мне кажется. В целом, может быть, складировать не так уж и плохо. Может быть, когда-нибудь человечество научится, найдет какое-то применение свалкам и как-то, не знаю, извлекать из них энергию безопасно или что-то еще. Ну вот тот же самый пример я привожу обычно, это то, что пластик у нас сделан из нефти и вообще в целом нефть достаточно важный ресурс на планете, но нефть это, по сути, спрессованные остатки папоротников, которые много миллионов лет назад или я не знаю, сколько точно лет назад в результате, скорее всего, землетрясения все там как-то так спрессовалось и вот в итоге мы имеем сейчас нефть, важнейший ресурс, с которого сейчас делаем пластик и благодаря этому ездят машины. То есть, это все произошло без нашего участия, это все природа вот как-то сама так создала эту нефть. Может быть, когда-нибудь эти мусорные горы с нашим участником или без нашего природа тоже найдет, что с ними сделать и они дадут какое-то новое топливо, не знаю, что угодно. Просто другого варианта сейчас нет лучше, да, мы не можем перерабатывать десять раз там какую-то хлопковую вещь подряд, но что еще с ней делать? С нашей стороны мы можем сократить потребление или использовать повторно вещи. Понятно, что в супердолгосрочной перспективе это по факту тоже тупиковый путь, но у нас нет другого. Остается надеяться, что он найдется в будущем. Все ссылки на организации, которые мы сегодня так или иначе упоминали, вы найдете в описании к этому подкасту. Спасибо, что были сегодня со мной. Не забывайте подписываться на подкаст Сега на Эко, рассказывайте о нем друзьям. Дальше будет только интереснее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!